Хочу представить слово, в первую очередь, гостю нашей конференции, Дмитрий Николаевичу Курчукову, представящему физико-экорректическим отделением выставительного центра детства труда утром и диагонек. Как это влияет вообще на транскилеты и другие функции организма? Так, функция, чтобы есть ресурная, амортизационная, толчковая, опорная, балансировочная. И приблизительно вот в таком распределении распределяется нагрузка на вышележащие сегменты, то есть на квадратный сантиметр, на стадии 18-20 дюро и дальше все это дело уменьшается. Ресурная функция стопы, она еще нужна для того, чтобы предотвращать каждую постановку стопы на грунт и предотвращать удары головного мозга на собственные оболочки, то есть чтобы центральная нервная система чувствовала себя комфортно. Для этого еще предназначены физиологические его позвоночники. Но стопа тоже влияет очень сильно. Стопа – орган опора и движения. 26 костей, имеют 24 сустава и почти 24 степени свободы в каждом суставе. Это очень серьезный орган. Если в человеческом организме насчитывается от 200 до 200 четырех костей, то на стопу приходится 52. Суставы стопы – основные регламенты. Не позволяет подробно это все рассказывать. И самая устойчивая конструкция, которая может быть, это три ноги. И три точки опоры, циркуль. И такую табуретку уронить очень сложно. И стопа построена вот таким образом. У нас имеются три основные точки опоры. Это пяточная кость, пятая плюсневая кость и первая, головка первой плюсной кости. Биомеханика движения. Тоже подробные минуты останавливаются. Останавливаемся на движениях. То есть спинация, пронация. Это необходимое движение для организации и поддержания балансировочной функции стопы. Как только выключается пронация и субинация, теряется самая молодая функция стопы – балансировка. Это правильное положение в пятке. Опять же, субинация, субинация, пронация. По отпечаткам стопы можно сказать, какая стопа. Но, опять же, выключать это движение ни в коем случае нельзя. Деформация стопы вызывает общую скелетную мышечную деформацию. То есть гиперпронация в стопе приводит к тому, что появляется каскад болевых синдромов – колено, сустав тазобедренный, позвоночник и так далее. Также гиперпронация является основной, одной из основных причин варгустной деформации первого пальца стопы. Это пронация плюсинных костей, подвывих основной фалонги первого пальца, подвывихся самовидных костей, образование, называемое «шишки». Деформация деформации опиума приводит к болевому синдрому. Нарушение переднего отдела – это поперечное плоскостопие. Это, опять же, перегрузка, деформация поперечного свода, потеря рисованной способности, перегрузка костных и мягкотканных структур стопы, боль на топтуши и стресс-перелом. Нарушение заднего отдела – это повреждение области пятки, подошвы, инфрастеид или каточная шпора, можно называть как угодно, а боль от этого меньше не становится. И проблемы, связанные с нарушением подторального сустава – это метод тропологии, подошвы, инфрастеид, эндометахиевы, сухожжение, воспаление на костнице, стресс-переломы, боль в области ягодицы, паха, некоторые виды болей в спине. Итак, для чего мы это все рассказываем? Чтобы понять следующую технологию, которую мы будем представить. Ортезирование стопов. Что такое ортез? Это ортопедические изделия, применяемые для поддержки, выравнивания, профилактики и коррекции, доформации или для улучшения функций подвижной части тела. Медицинский стопов. Кому назначать ортез? Маленькие дети, подростковые сверстники, беременность, профилактика на твердой плоской поверхности, реабилитация и защита после травм. Боли в лодыжке, в колене и пояснице, подошвы, инфрасте, сочетениями, а также боли в области шеи и плей. ДЦП, нарушение походки, диабетическая стопа. Итак, представим ортопедическую систему ArmaTotix. Функции, которые предназначено приспроизведут. Это придать ощущение комфорта процессу ходьбы и стояния. Выбирать оптимальные условия для функционирования стопы. Предотвратить прогрессивную и увеличенную информацию. И средства. У нас используются полуфабрикаторы из специального материала. Производится в Новой Изландии. Секрет материала, где он держится в коммерческом тайне. Состав его я сам знаю. Сказать не могу. И применение дополнительных опорных элементов. Это линия, которая позволяет осуществлять коррекцию и поддержку, перенаспределять нагрузку на стопе. Схема действия. Это индивидуальные ортопедические стельки. Поддерживают своды стоп в биомеханическом угодном положении. Способствуют правильной установке пяточной кости. Удерживают стопу от сверхсубинации. Снижают нагрузку на суставы нижних конечностей. Рационально перераспределяют нагрузку по подошвенной поверхности стопы. Широкая линейка полупубликаторов, которые предназначены для любой деформации стопы, любого нарушения. Будь то гиперсубинация, гиперсубинация, отсутствие каких-то движений, каусная стопа, полая стопа. Можно решить любую задачу. И линейка заготовок очень большая. То есть это можно подобрать под любую обувь. Это включает даже модельную. Для занятий спортом существует. Для диабетической стопы существует отдельная программа. Она очень подробная и очень эффективная. Так выглядят полуфабрикаты. У некоторых, наверное, у кого-то уже изготовлены, имеются. Завтра на занятии мы подробно рассмотрим, как можно с помощью коррекции влиять на осанку, на состояние шейного отдела позвоночника и мышечный тест. Подготовка. Изготовление очень банально простое. Но если понимаешь, что делаешь. И стирка имеет стопроцентную память. То есть после того, как вы ее разогрели, поставили в обувь и придали ей форму, которая необходима. И стирка будет помнить до тех пор, пока вы ее не разогреете снова. До температуры 60 градусов. С помощью клиночков делается коррекция. Проблизительный набор. Постранение металлогических насосностей в сегментах. Лежная конечность, мягкая поддержка сферок. И проприорио-инциктивная стимуляция. Так влияет на коррекцию на осанку. Без стирек, асимметрия треугольника, вторая просто со стирками и с коррекцией. Совершенно различные картинки. Снимки делают с разницей времени в меньше минуты. Ну, описание можно разговаривать. Благодарю за него. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...